Всем привет! Блендер 2.91 и многие мне говорят, хорошо бы, если бы персонажи моргали и была бы у них ещё мимика. Ну вот, заморочился, хочу сделать именно веки. Но не хочу я шипкеями их делать, или ходкеями, как они там называются. Давайте поэкспериментируем. Опять же, да потопно будет, ну, как-нибудь. Заберём пока у персонажа голову. Значит так, кости будем свои полностью вставлять. Уберём, значит, кости. Глаза я делать не хочу, пусть повисят вверху. Теперь выбираем персонажа имена Бориса и заходим в Edit Mode. Ставим на рентген, выбираем ему бошку, Ctrl-I, сочетание клавиш и Delete Vertex. Так, глаза тоже пока удалим. Это значит Delete. И хочу сделать, чтобы вот эта челюсть была, ну, не отдельно, а цельная, да, у персонажа. Значит, выбираем челюсть. Немножко её давайте ещё подгрузим в персонажа. Немножко её, наверное, вниз. Как бы отведём, чтобы потом, когда кости будут вставляться, опять же, эксперимент. Если что-то произойдёт, то будем уже в следующих роликах всё это дело исправлять. Так, удаляем камеру и удаляем свет. Это значит Delete и камера тоже Delete. Объединяем челюсть с головой Ctrl-J, английская, и сохраняем нашу голову, Export Option на рабочий стол или в папку куда-нибудь. Так, пишем, голова. Сохранили. Заходим в The Brush, подгружаем нашего персонажа Бориса, рабочий стол, голова, открыть, вытягиваем. Так, выравниваем всё это дело и смотрим, что тут есть. Персонаж не раскрашен, придётся его ещё подраскрасить. Итак, голова у нас 9000 полигонов. Добавим, давайте, Ctrl-D, Divide, пусть он будет пока покрасивее, потом понизим полигонаж. И добавим Append, добавим сферу. Выбираем сферу и теперь Move, Gizmo, Skyl. Это всё Skyl. И подставляем на левую сторону, где будет у нас глаз. Вот так. Что-то в таком духе. Тут главное не переборщить. Делаем ещё немножко Skyl. Смотрим, вроде бы нормально. И можно немножко это дело ещё вытянуть. Ну, где-то в таком духе. Ну да, вроде нормально. Теперь делаем в геометре Dynamesh, чтобы можно было вычитать. Dynamesh, Ctrl-D. Делаем Divide побольше, чтобы вычитание прошло более-менее нормально. Делаем дубликат этому, этой сфере. И отключим пока бошку. Так. Вытягиваем второй дубликат с помощью Gizmo. Уменьшаем немножко. Сплю с ним. Так. И вот здесь тоже сплю с ним. Чтобы у нас были мал-мал стенки. Так. Теперь смотрим на прозрачности, как тут всё будет выглядеть. Перекручиваем сферу. В эту сторону включаем голову. Так. Ну, вроде всё нормально. Так, так, так. Ну, давайте стенки чуть-чуть потонше сделаем. Вот так вот. И делаем вычитание. Ставим на вычитание. Делаем Merge Down. Ок. И Ctrl снимаем маску. Так, вычитание прошло. Всё нормально. Это всё из-за того, что полигонаж более-менее низкий. Поэтому вот по полигонам так и вычло. Ctrl D. Прибавим ещё полигонаж. И добавим теперь... Так. Аппенд добавим... Ну, давайте куб. Выбираем куб. Прозрачность пока можно отключить. Теперь Move Frame чуть-чуть уменьшим его. Уменьшаем. Включаем видимость нашего века. Наших век. Теперь сплюснем всё это дело. Поднимем повыше. И как-нибудь вот тут сюда. Треугольником. Вот так углом вытащим. Ну, где-то получается вот такая штука. Включаем голову персонажа. И подгадываем вот этот вырез. Большим он не должен быть. И немножко всё это дело надо... Ну, наверное, сплюснуть. Чтобы у нас была вот здесь вот боковая стенка. Где глаз. Так. Немножко перекрутим. Ну, в принципе, должно быть нормально. Угу. Делаем кубу Dynamesh. Прибавляем чуть-чуть резолюцию. Так. Смотрим сетку. Ставим на вычитание нижний sub-tool. Делаем merge down ok объединение. И делаем вычитание. Так. Ctrl Z. Почему так получилось? Нехорошо. Так. Давайте всё это дело-то подправим. Уменьшим кисточку. И поставим Moff Topology. Вот эту часть мы чуть-чуть вместе соединим. А вот эту часть немножко отведём в бок. Так. Теперь всё это дело тоже чуть-чуть сделаем потонше. И где-то вот так вот подправим. Ну, что-то получается вот в таком духе. Делаем Dynamesh. Ctrl Z. Резолюцию давайте ещё больше поставим. Во. Через Shift выгладим. Чтобы всё стало потоньше и глажим. Можно это дело, конечно, потом ещё пролепить. Так. Вот эту часть надо приподнять. А вот эту припустить и чуть-чуть к носу поближе. Так. Вот с этой частью ещё вопрос будет обстоять. Может быть, её даже нужно сделать подлиннее. Вот сюда. Вот так. Угу. Угу. Вот так. Чуть-чуть здесь поднадуть и Shift можно выгладить и сделать потонше. Костями подправим. Главное, что у нас внутри пустота. Сейчас будем всё это дело объединять с головой, чтобы всё было ну как цельным вот эта штука должна быть. так. Делаем геометрии, делаем Modify Topology Mirror and Well. Так. Уже у персонажа появились веки. Теперь всё это дело надо объединить с головой. Делаем Merge Down ОК. Делаем дубликат на всякий случай. Теперь верхнему дубликату нам 64000 полигонов не понадобится. Так. его сначала наверное раскрасим. А потом понизим уже полигонаж. И объединим вот это всё дело. Тут вопрос ещё сортом нужно порешать. Объединить вот эту часть, чтобы он здесь не отходил от рта. Делаем геометри мира and Well. Во. Теперь он у нас зеркальный. Нужно сделать ему побольше брови вот эти. Ну как-то так наверное. потому что я хочу их потом тоже заанимировать чтобы они двигались. Так. Вот эту часть чуть-чуть вперёд и вот эту часть тоже поднадуть вот так вот. Так. Эту часть чуть-чуть сюда. Эту вот так и дальнюю. Так. Модифит опозим мира and Well. Во. Уже Борис более представительный стал. Давайте ещё тут одну вытащим поднадуем. так. Когда будем анимировать вот эту бы часть да вот сюда подальше наверное от головы и чуть-чуть наверное чтобы она была попышнее потому что она должна будет потом что-то перекрывать как-то создавать мимику. Так. Ну что-то этакое. Вот так вот они теперь побольше будут и делаем мира and Well. Подгружаем текстуру импорт. Вот он Борис я не хочу цвета подбирать тем более у него уже цвета есть. Сейчас мы просто это дело всё отметим покрасим. Так. Shift Z уберём пока рисунок поставим вот так вот боком всё. Делаем Shift Z Z глаз прибавляем больше нашего вот этого Бориса. Так. Уменьшаем его. Ну пока вот так. Прибавляем ему цветности включаем кисть стандарт переключаемся на RGB Z отключаем кисточку можно побольше поставить иксиметрию чтобы с двух сторон всё это дело красить ну и вот так вот потихоньку закрасим ставим на белый материал выбираем C цвет вот так всё перекрашиваем так C красим клюв так теперь C выбираем белый цвет и интенсивность поменьше для чего чтобы вот это под глазами чуть-чуть как бы растушевать так теперь здесь растушуем и вот здесь вот тоже подправим так веки у нас будут белые мы так что-то у меня мыша не хочет слушаться так это вот так делаем C красим клюв выбираем белый цвет и наверное здесь над клювом чуть пройдемся ну вроде похож похож да закрашиваем шею смотрим что у нас тут на голове так есть такое дело корректируем цвет клюва где-то вот так теперь C немножко внутри подкрасим так что-то в таком духе и немножко наверное пролепим так на двоечку вот так вот немножко дадим под глазами тоже толщины и теперь C немножко здесь подкрасим вот м м м м Теперь нам понадобится чёрный цвет. И немножко вот это дело всё тоже подзакрасим. Угу. Итак, Борис готов. Угу. Делит. Ок. А это мы делаем дубликат. Теперь нужно всё это дело спаять. 64000 полигонов нам не надо. Здесь, чтобы глаза анимировать, тут, конечно, хорошо бы было, чтобы заремешевская сетка была нормальная. Так, если мы делаем динамеш, вот у нас 17000 полигонов. Смотрим, что произошло с персонажем. Так, глаза объединились. Вот. Пустота так и присутствует. Так, чуть-чуть мы это дело ещё пока вот так вот сделаем. Теперь добавим Projectile деталей. Ну и попробуем, наверное, сделать ZRMS. Вот, 9000 полигонов это нормальная. И опять делаем Projectile. Да. Теперь нижний персонаж отключаем. Всё, Борька нормальный. Ну, может, вот где-то ещё так чуть-чуть подкрасить. Вот так и вот так чуть-чуть. Ну вот уже что-то. Так, я думаю, наверное, ещё нужно немножко белым цветом. Кое-где вот так вот притянить. Всё, норм. Делаем развертку за плагины UV Master. Угу. WordUnclone. Unwrap. Угу. Угу. Вортунclone. Зэплагины. Угу. Угу. выбираем цвет из-за плагины вставляем past.uvs находим текстуры map create from polypaint и теперь экспортируем все это дело на рабочий стол голова 1 так ну а теперь идем в блендер посмотрим что там можно сделать с костями и как это все дело получится или нет давайте все скомпонуем а в следующем ролике тогда уже будем делать рик от головы и посмотрим как все это будет обстоять и так удаляем кости удаляем бориса удаляем нижнюю челюсть и импортируем сюда голову гуся импорт обс desktop голова 1 так смотрим значит глаза единицы нам поди ставим set origin origin ту геометрия поднимаем к верху делаем shift дубликат заходим в эдит мод ставим на рентген один глаз давай вертиксы заходим теперь в обжиг нот выбираем еще глаза эдит мод теперь это вот этот глаз давай делит вертиксы обжиг нот выбираем через шив глаза и опустим их в наши вот эти веки смотрим что не так теперь глаза оказались чуть чуть больше надо сделать им с так вот этот глаз тоже с подгоняем но чуть чуть вот сюда его вот так вот подгоняем ну и этот глаз тоже подгоняем так что еще хотелось бы сюда добавить это зубы так импорт попс десктоп вот это верхние зубы будет у него и теперь файл импорт обс это нижние смотрим что да как возможно даже где-то что-то нужно их пока перевести на ориентацию к своей геометрии чтобы можно было удобнее крутить подгонять так вот эти вот нижние и немножко g наверное подсадим еще лучше ну вот что-то в таком духе так теперь у бориса есть зубы есть веки и нужно теперь ему просто сделать моргание и чтобы он что-то говорил ставить кости ну посмотреть как это все дело будет все всем пока до свидания вот